ребята всем привет а вот и новая серия на youtube-канале данному 2001 рад вас видеть и вы меня рады видеть собственно с батей еду на мане на стекловозе о газуем по октябрьской набережной едем на выгрузку на минеральную собственно когда я снимал папину машину со стороны многие писали а что это за прицеп а чего возит то все потому что ребята многие не самого начала на моем канале я когда-то точно на таком же прицепе работал джамба называется перевозки стекла и сегодня мы с вами поедем на выгрузку посмотрим как это все перевозится как это выгружается собственно говоря так что влюбить и влупить его чего так я скажу лукасик и приятного просмотра чё бать как она тебя дела чё нового у него чертен поплывет уже все сколько дети ну да сейчас что уже рыбаков не видать уже все он то видно ледокол или чё прошел посередине уже линии воды короче потихонечку кочегарим выгрузку папы на час но мы где-то там в 12 будем пока все зарегистрируемся на этой минеральной улице я тоже когда-то выгружался ребята у нас автобусный коллапс чего-то не время не рассчитали вдвоем на одну остановку приехали фурочет смотрите полоса заняла походу на выгрузку выпуска давай пропускать моргнем да он и так понял второй тоже давай следом быстрее быстрее давай быстрее вот шустряков не хватает нынешнее время на не чувствует стоит кое здание интересное тут ребят по моему когда-то она продавалась если я не ошибаюсь видел где-то объявление ну чё пап ты в питер же неспроста папа мне вот завершающий ремонт поставить печать гарантии гарантии ну да там еще один момент подделать и все и тип-топ там мелочи сразу все не усмотрят удачно вся электрика новая пока поняли что и как и почему ну папа считай скатался несколько рейсов сделал какие-то пидала там уже поп скоро будет этот а то свободно тут уже светофор уже загорится зеленый тоже все равно задержит они направо ну тоже правильно как-то так ну и чё тебе ремонт этот сделать и все и поехал вообще соскучился уже по работе нормально куда-нибудь в челябинс да я пошла на дар сегодня уже должны меня уже там электрики уже сами все разобрались вот там уже до очереди это мелочь там уже причину нашли просто переделать и все будет работать функционирует бывает просто немножко гусек мозги делает не опускает не разблокирует что там типа ну не замыкание что-то другое сбивается все работает там где-то чё-то платина и поменять уже одну поменяли другую как они разберутся ну понятно как тебе пасмурный питер не напрягает время лечит не ну вообще расхожусь с утра вялый было с утра да тяжело просыпаться а потом нормально все равно переклиматизация какая-то идет все равно здесь морской есть морской воздух здесь наверное из океана задувает ну по-любому не ну сейчас тут в Питере вот теперь туманы по утрам вообще тает все на улице плюсовая температура ладно что поехали а у меня кстати ребят тоже тут небольшие проблемки меня спину прихватило представляете просто ничего тяжелого не поднимал просто в неудобном положении там матрас двигал бам мне как раз и защемило а витамину полкурс колю эх у пола дело такое ну ничего уже под привык колю потихонечку уже отпустила не знаю думал хотел к этому мануалу сходили как он нам называется терапевт который спину там разминает потом думал да ладно проколю курс вроде отпустила и нормально будет сейчас вот так будем долго ехать по Октябрьской набережной ну что у меня Жигули нормальный у тебя мальчик нормальный вообще самолет нет ну что у тебя 20 сколько 20 тонн сколько у тебя тонн это 24 24 тонны ребят просто самолет не чувствует как будто едем пустые у нас прицепы полегче вот так разобраться ли фуры с 20 здесь как будто 21 а точно ребята подумай тут же улегчен прицепы легкие тут же вот этой рамы нету тут все по другому ребята тента нет такого тяжелого в основном все с алюминием тут все на легке и поэтому эти лишние тонны это груза нет перегрузы общего-то нету может это если больше загрузить на ось будет вот 24 проходит да тут же груз грузится все четко 23 700 его никак по-другому не расположишь ну ладно сейчас покажем изнутри как эта вся сборная солянка выглядит ну ладно с вот 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 и вот 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 ребята вот обратил внимание батя вообще руль сайте как ровно не то что на мерседесе стоит ровно никуда не тянет машину самолет на папке отчете миллион за перепрыгнул до 2 пошел круг от недавно и именины давали были получается 24000 обрадов очки были многие пишут ребят тоже этот вопрос не знаю что делать типа при встрече раздаю всем ребятам эти ароматизаторы но подписчики кто подходит многие просят отправить просто отправлять это тоже мне когда время вы типа я думал человека поставить продавать за деньги отправлять чтобы посылку все оплачивали ребята тоже нашел как через дек можно отправить по нормальной цене но тоже как-то не по себе это деньги брать как бы за подгоны не ахти ну вот вы что думаете насчет этого кто-то пишет к это блин пофиг или только вышли закинем что там сколько они не стоили туда-сюда вы что думаете по этому поводу ребята напишите в комментарии запустить это не запустить такой момент просто когда-то помните на начальном этапе когда у меня было подписчиков 15-20 когда я только были ведь по почте их отправлялся так нужно всего-то было человек 15-20 отправишь и все но вы посчитайте короче сдэк это рублей 250 15-20 человек отправил тебе сколько денег уже будет плюс сами эти пахучки даже не будешь одно отправлять сразу там кучку охапку все никак не дойдут думал если было бы удобно кать на валгресса зонах закинуть там тоже это проблематично это такой продукт уж там нужно на него маркировки всякие вот эти вот содержание не содержание головняк там асфальт подсох прям так и напрашиваешься на мою или смотри него местами оттаивает да ты уж в начале ролика говорил да все оттаивает его что все зафиксировал этот момент это что-то он уже посередине прорубили чё нам тут уже ерунда осталось полпути то почти проехали а чуть такой-то справка за забором прячут к этой стройка что да ребят все расстраивается тут все строится на месте не стоит что-то даже интересно что-то хоть на фуре ты можно посмотреть а ничего просто территория как закрытая гостиница уже церковь ночью вообще горит красавица ну да это мы знаем что это за церковь не знал как голубой цвет не знал посмотреть и заехать тихо аккуратненько видишь он там благородицкий тоже там голубая церковь так ребята вот пробираемся тут уже к минералочки смотрите как идут суета а ночью тут заходишь пустота свободно залетаешь так вот потихонечку пробираемся днем они лишь только под конец догадывается подвинуться ну ничего лучше ребят аккуратненько спокойно пролезть чем чем по запаркиваем зеркало снести тоже эти на широкой машине машине тоже не в кайф поставишь так около тротуара посносит как зеркала я думал туда си крузак поставить крузак намного шире каком-нибудь этого опеля на проулочек наши заезжаем я рикми материться не дает меня скоро я говорю дети тоже смотрят скажут от тебя пап как юмор это слышится мат настроение подымает но все равно выводит до такой степени чтобы по-другому не поймет сначала на тебя его скинет еще все пролез он ну чё пробок то не было нормально доехали а ты переживал да я не переживал ладно но там еще едет давай пропускает он там заст назад он там у него же есть вон туда дорожка поворотник ключи туда и все а он и сам догадался давай-давай ты подъезжай туда а ты думаешь он не проезжаешь влечу ты еще правее прижмешься и все нормально будет давай жми ко мне чтоб там хвост у меня жместа много и все шлагбаум выплате иди оформляйся так ребята все без проблем пустили без нервотрепки талончик далее отметим сейчас еще скажут давайте сразу выгружаем будет вообще песня с машин ну да вот отсюда не видно стекловозов даже хоть и будут мы будем по времени выгружаться здесь по времени по кочке не из-за этого раньше сюда приезжать сколько раз приезжаю с другой стороны правильно час вы просто лишь такое место что лучше ночью заезжай да как бы не вышли как говорится на 11 на 10 ночью от тебя вчера допустим смотрят я знал начальство и потом без пробок от матерс по заулки в час дня загрузился до в час дня у тебя была загрузка да а в двенадцать в час дня ты выехал и вот в час здесь выгрузка виде по срокам все четко хоть по тахографу ежать все как положено но тут уже нет уже хорошо может быть там выгружается уже вот тут бывало до выгружали разочек а вот здесь обычно в основном он там за углом выгружали на здесь вот второй склад выгружает я в двух только выгружался не еще там в трех я выгружался я понял 3 там где душ рядом удобный столовом конечно да вот рядом с этими до здание покрасили вроде было старенькое все раньше а он с там черный наш выгружается лануть и прицеп ну да время пораньше а шабадином распишет документы да ребят так что раньше я в детстве думал смотрел на ребят постарше думал чей там на спины жалуются то все ё-моё с этой профессии это то же самое что сидеть там за компьютером в офисе постоянно в положении там но нет нет то можно пройтись это читай сел и ряд 6 9 часов потом вышел раз то все без разминки бац спина хрязь но еще мне кажется это мои юношеские годы влияет я считаю с батей катался и на таком манч и побольше и поменьше моменты были работали и спальника не было второго ночевал вот на этой площадке на шахте тоже что я нормального так сказать сна на ортопедическом матрасе не видал я думаю это тоже роль сыграл что все детство тоже на пассажирском провел сиденье не берегите с молоду здоровья и шапку девай одевайте все на вроде как будто тепло плюс 3 но лучше в шапочке зато с кайфом и нормально блага вся медицина укольчики сделала 1 1 и уже задвигался вот тоже да ребят сейчас время какое берут китайцы интересно по миллиона будет они ходить или нет тут считает тоже у них работа это плане для автомобиля сидящая то что вот они не читаю весь пробег делим пополам пол пробега не только груженым бегают стекловоз же в основном в одну сторону как сейчас он приехал со спаза улка стекло выгрузит обратно и пустой может ничего не загрузишь да ну бывает как это в нижней приехал там выгрузился и сбора загрузился но большую часть ты едешь пустой но батя как всегда скоро еще неделя до 8 10 дней молодец ладно батя как по детстве помню всегда шоколадку везде положит девчонкам где-нибудь в этом как вот там документы сдаешь внимание всегда приятно люди работают раз подогреет и настроение хорошее тоже правильно такую привычку надо тоже все зависит а то я уже забыл давно никому шоколадок не давал ну тут молодой шоколадку дашь подумает вообще женихи набиваешься да вот машина тоже с нашей базы выгружается прицеп лануть и фирмы а ну это не лануть и прицеп этой лануть и фирма где он работал ну это когда-то прицеп лангендорф это прижимное прижимное да но да с виду он все такой же прижимное ну ладно все что-то внимание те тоже достанется и а чё потом ты-то звездочка уже то процент нам выпало два пряника по цене одного постараюсь попадается каждый десятый пряник фартовый повезло повезло на место си точно такая ситуация была тут с напитком каким-то и когда они еще там автоматы стояли такой фартовый автомат ребята все но их уже переоформили них не раньше не такие номера были да уже лизеньки закончились видео и чё ты нас есть как у богдана с богданом работать смс все давай счастливо здорово братуха как житуха опять ну давай снаружи тебя поснимаю процесс выгрузки стекла от и до вот так сейчас заедем в помещение будем выставлять пирамиду тут в принципе по следам все видно с той стороны выставляют пенопласт по которому ты равняешься и сейчас до отметки доедет и остановит машину припарковали предварительно расторможив прицеп через ручник сейчас работал да пап да да это как раз здесь да у тебя было пап сейчас еще чуть воздух не ушел фиксируем дверь лапа немножечко ослабляем что в моменте когда ты опускаешь пирамиду на землю а лапа если будет прижата то стекло просто вот так вот снимется с лапы и тем самым лопнет также тут все оборудовано все зафиксировалось сейчас теперь можно опускать полностью подушками такой же пульт как в тягаче аналогичный одновременно здесь подушки опускается и спереди гусь так называемый тоже раз его опускаешь вот уже вверх вниз это блокировка гуся все прицеп просто падает на подушках тем самым смотрите-ка пирамида у нас опускается до пола вот потихонечку 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 еще вот у нас прицеп оторвется от пирамиды потихонечку оп 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 все оторвался сейчас полностью разжимаем лапы и можно выезжать потихонечку все опустился пап да лапы осталось все через кнопки оп проверяем чтоб все лапы отошли все здесь тоже всех потихонечку выезжаем сразу на улицу да пап давай выезжай вот кстати ребят со стороны кажется вот сейчас он эту пирамиду оставит ее выгрузить надо обратно заехать прицепом ровно ну чтобы как бы забрать эту пирамиду кажется что это такой миллиметраж это все привыкается ты уже потом это все в голове или с легкостью просчитываешь и хоть закрытыми глазами заедешь под пирамиду вот смотрите как это все выглядит все сейчас стекло останется здесь останется только вот эти вот железные упоры снимать видите ничего тяжелого как бы нету все кнопочками сейчас берем ключик вот эту тему ослабляем он у нас получается отсюда отрывается вытаскиваем положили на пол и все готово так ну давай бань продемонстрируй это упоры все вручную ну да вот так вот самый тяжелый этот упор на по перчатке врачи на 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 надень забыл что ли машине самые вот это нудные это упоры а я гиа массивные тяжеленькие но ничего в принципе их далеко таскать надо их вот так аккуратно вытаскиваешь это физическая зарядка да с ними тоже аккуратнее не запариться можно задеть неаккуратно вытащив или поставив при загрузке тут сняли аналогично здесь что вытащили и упор сюда на базу все стекло готово к выгрузке теперь ждем когда стропочек махнет скажет все готово выгружает вот таким вот механизмом по одной пачке подцепляют закрепляют как придет стропочек скажет все окей и задом погнал по своим следам забирать пирамиду в принципе это ребят привыкается и не столь страшно это попасть в нее пару рейсов съездишь и уже привыкаешь нарабатываешь лишь салазки да вот такие раз под пирамиду ну я заснимусь а как будем заезжать как то так но здесь все то же самое оборудование это тот же самый прицеп что и зеленый просто под другую фирму сделан перевозчик все прицепы заграничные это начало двухтысячных 2005 или 2004 года за прицепу папы дорогие такие прицепы а я работал в свое время когда у меня своя была красная аксор тоже старенький у меня был прицеп немножко другие там у меня механизмы были а не такие винтовые лапы не гидравлические а винтовые и что там у меня было почему четырехвостники работал помните я обещаю покрасить полностью будет вообще как ну да покрасит ну тебя а вот это зеленых прицепах тоже и задние и передние подвешивается да или нет да вот этот прицеп еще папин хороший то что у него можно подвесить и переднюю и заднюю можно вообще на одной оси ехать это мне хорошо вот груженая она стрельнула я ее не надо мучить я ее поднял опустил и поехал одно колесо подвесил да и все можно подвесить ну в общем стекловод своими моментами каким-то очень удобный видите да да задом тут тоже ее подломать очень просто к расположению седла и прицепа видите тоже тут угол такой не как на шторе своеобразная езда задом ну привыкаешь в принципе а завтра мне напомни какие перчатки давай хорошо так все ребятки выгрузим автомобиль подошли позвали заезжай говорю пиламида сейчас пустая ну сейчас батя потихонечку будет ее загонить туда фонари намыты номера тоже потихонечку вот так вот попадаешь с открытой дверью дверь также можно открыть полностью и вот так на обычном прицепе прижать ее но не всегда как сказать есть возможность выехать если узкий какой-то заезд просто она считая широкая дверь и сильно оттопыривается вот ребят где нет разметочки выставляешь себе по размеру пенопласт и по нему по зеркалу ориентируешься все все сейчас батя потихонечку все в зеркало видит вот вот потихонечку потихонечку там если что пирамида подправляется сама в пас когда попадает вот раз видите идеально заходит просто даже не чиркает потихонечку заезжаешь заезжаешь там впереди стоит отбойничек и вот как пирамида в него упрется значит хватит но это почувствуешь здесь как-то уже пирамиду потащишь вот сейчас потихонечку все видели все пирамида уперлась сейчас выходит батя колеса ты уже подвесил ну все специальный шток здесь вот так раз его подставил чтобы колесо подвесилось при поднятии подушек растяжка потом да ты ставишь там же у нас есть отметки по которым выставляется гусек вот вот раз передняя ось поднялась сейчас с той стороны глянем глянем здесь тоже поднялась все окей все стоит уровень это нагруженный важно да пап сразу расстилать все нагруженный потому что когда груженная тяжелая пирамида прицеп немножечко играет при поднятии а пустой он как бы этот уже фиксированный ну как бы прицеп не играет он легенькую пирамиду поднял раз все стянули и этот точно так же в паз раз раз вот все готово свет туши и так же в обратном порядке с груженом все готово спасибо большое спасибо большое этот процесс выгрузки обычно занимает не так долго времени все зависит от того что сам способ какой выгрузки этот крабик который цепляет пачки может бывает и по три пачки брать и по две могут и за полчаса может и за полтора в принципе редко бывает где-то зависаешь это если что-то с электричеством проблема или же сломалось что-то обычно все бжик-бжик утром выгружаешься и погнал на руках все отмечено выбираемся ну бать один день из жизни стекловозной провели всем показали как ты тут трудишься все люди будут знать кто не знал что такое рецепт джамбо 5 лет здесь нормальная стабильная зарплата ну короче вот трудишься я имею ввиду белые только из-за этого я здесь ну это понятно я имею ввиду то что этот люди многие не знали чего этих прицепах возят как переводится я еще сколько лет узнал что стекло все думали слонов да а в итоге оказывается стекло нет я спереди как эту джамбу увидел вообще все больше и больше а так она видно было что стекло по этому езду по подушкам ну типа мягкая подвеска короче ребята вот так вот переводится стекло вот так вот выгружается имейте ввиду будете знать и видеть такие прицепы вам спасибо за просмотр за лайки и комментарии телефон садится поэтому на этой прекрасной ноте закончим эту серию все вам пламенный привет всем от батя батя ваши все комментарии видите ему приятно поэтому как то так пока пока пока